Успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Китаем в Тихий океан следует расценивать как часть многоуровневой стратегии, направленной на демонстрацию мощи не только потенциальным противникам США и в целом Западу, но и союзникам, то есть России. Почему? Факты, как говорится, вещь упрямая. А они таковы. Межконтинентальная баллистическая ракета была запущена ракетными войсками Народно-освободительной армии Китая для проверки эффективности вооружения и техники, а также уровня подготовки войск, говорится в заявлении Министерства обороны этой страны. Ракета упала в ожидаемые морские районы. Куда именно, не сообщается. Да это и не важно. Важно то, что она попала в открытые воды Тихого океана, то есть туда, куда и целились. И еще важно то, что произошло это спустя ровно пару дней после того, как в России во время испытания взорвалась межконтинентальная ракета «Сармат». Пуск ракеты произошел из шахтной установки и завершился масштабным взрывом. На месте стартовой площадки остался только кратер. Вот почему, по мнению некоторых экспертов, испытания и запуск Китаем своей ракеты не следует считать случайностью. Скорее, это спланированный шаг, призванный показать России, что он способен реагировать на любые геополитические вызовы и в вопросах безопасности не зависит ни от кого, даже от дружественных стран. Но, конечно же, никто не отменял и другие дивиденды, которые Китай получил от этого запуска. Он продемонстрировал свои возможности в контексте растущей напряженности с США, укрепил военное присутствие в Тихом океане и произвел демонстрацию готовности защищать свои интересы, особенно в контексте споров в Южном Китайском море. Это также может быть сигналом для США, показывающим, что Китай не собирается отступать и будет продолжать развивать свое военное присутствие, свои военные технологии, что создает дополнительное напряжение в отношениях. И сказанное вполне вписывается в модель дипломатии Китая, при которой он одновременно вовлекает и предупреждает, то есть демонстрирует силу и вместе с тем отмечает улучшение военной дипломатии между Пекином и Вашингтоном в последние месяцы. Ведь он заранее предупредил США об этом запуске. Не стоит забывать также о морских военных учениях, которые проходят в этом регионе. Ну и, конечно же, такого рода запуски могут использоваться и в вопросах внутренней пропаганды, когда подчеркиваются достижения страны и укрепляется национальная гордость. Рауф Насиров специально для CBC.